Этим утром на школьном дворе идет посадка деревьев. 10 каштанов – это приз за победу в осеннем марафоне по сбору макулатуры. Матищенцы активно включились в эту экологическую акцию. В результате больше всех в Подмосковье собрали ненужные бумаги – 26 тонн. И вот награда – 157 саженцев кустов сирени. Их посадили уже на территории школ и детских садов. А теперь деревья семейства Буковых. При правильном уходе, я бы сказала, поливе, посадке, и, соответственно, конечно, приживаемость должна быть где-то в районе 90, наверное, процентов. Все зависит от нашего с вами желания беречь то, что мы с вами сажаем, то, что мы с вами приобретаем. Поэтому это все будет находиться под контролем администрации, под контролем учебного заведения, учеников самих, учащихся, соответственно, будет поливаться, сохраняться, оберегаться. Вот. Поэтому все зависит только от нас с вами. А природа сделает сама свое дело, сама за себя. На предложение специалистов контрольного управления посадить деревья школьники и учителя откликнулись с большим энтузиазмом. Многие ребята, даже не имея опыта в таких садовых работах, считают, что их помощь важна и нужна школе. Когда нам провожили помощь в школе, мы с ребятами сразу согласились, так надо помочь в школе, она новая, надо ее обустроить и помочь. Площадкой для посадки каштанов лицей номер 34 выбрали не случайно. Во-первых, школа недавно распахнула свои двери и озеленение территории как нельзя кстати. Во-вторых, это образовательное учреждение с экологическим уклоном и подобной акцией. Хорошая возможность приобщить детей к бережному отношению к природе. Впрочем, они и сами понимают, что будущее за зелеными насаждениями. Во-первых, чтобы ученики понимали, насколько это сложно брать и сажать. Потому что некоторые ученики, они просто, ну, есть кусты и кусты, я сломаю там ветку, листик. Это же не я делал. А когда они уже сами начнут делать и понимать, тогда они не будут даже притрагиваться к этому. И будут, и начнут бережно относиться к природе. А ты сам считаешь, что ты бережно относишься к методам? Да. Ну, нет, ну, думаю, да. Стоит отметить, что подобные акции по озеленению проходят в мытищах уже не первый раз. К примеру, два года назад на территории гимназии номер один выращивали семена кремлевской елки. Затем их пересадили в открытый грунт. И надо сказать, что они благополучно прижились. Следующая акция по сбору макулатуры в округе состоится 28 мая. Специалисты контрольного управления призывают всех горожан принять участие в сборе макулатуры. Ведь тем самым мы спасаем не только существующие деревья, но и даем жизнь новым. Юлия Федориненко, Олег Степанов. Информационная программа «День».